Судья зачитывал приговор несколько часов. Потерпевшие слушали со слезами на глазах. Сдерживали, чтобы не разрыдаться в голос. Оглашение показаний свидетелей заставило людей пережить еще раз страшную трагедию. Сильный пожар в Ростове случился в октябре прошлого года. В огне погибли 8 человек. Пятеро – маленькие дети. Следствие установило обвиняемый Александр Комаров. Был крепко выпивший. Глубокой ночью приехал к 13-му дому по улице Ленинской на такси. И позже в своих показаниях пояснил, чтобы заступиться за сына. У мальчика случился конфликт с другим школьником. Где живет ребенок, Александр Комаров точно не знал. Постучал в одну из квартир, его обругали. Он пошел к машине, взял зажигалку, вернулся в пристройку, которая вела на второй этаж. И начал поджигать лестницу. Сам подсудимый утверждал, потушил ступеньку. Сторона защиты была не согласна с предъявленным обвинением. Адвокат добивался переквалификации со статей «Убийство и покушение на убийство» с особой жестокостью на менее тяжкие. Однако суд согласился с аргументами следователей. Посчитал, у Комарова был прямой умысел на убийство с особой жестокостью. Мужчина не пытался потушить, предупредить людей, вызвать пожарных. Просто уехал с места происшествия. Александр Комаров полностью признан виновным. Приговор по жизненной заключению в колонии особого режима. У защиты есть право его обжаловать. Георгий Колчин, Денис Ромашов. День в событиях.